Здравствуйте! Вы смотрите программу Ейской епархии «Хлеб жизни». Рождество Пресвятой Богородицы – первый двунудесятый праздник церковного календаря. В этот день, когда возносится хвала, подарившей миру Спасителя, епископ Ейский и Тимошевский Павел возглавил праздничную божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Станице Челбасской. 21 сентября Православная Церковь вспоминает знаменательное событие церковной истории. Рождение Матери Господа нашего Иисуса Христа от праведных родителей – Иоакима и Анны. В этот двунудесятый праздник епископ Ейский и Тимошевский Павел побывал в Каневском Благочинии, где в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Станице Челбасской возглавил божественную литургию. Пойдемте, помолимся. С праздником! Старец Паисий Афонский говорил, когда мы молимся Пресвятой Богородице, она передает Христу все наши просьбы, но и сама она по своей заботе и нежной любви наполняет наши души радостным утешением и любовью ко Христу. С особой радостью в престольный праздник прихожане возносят молитвы в храме, который строили всем миром более десяти лет. Строительство нашего храма Рождества Пресвятой Богородицы началось у нас в 1995 году при отце Олеге Зубкове. К сожалению, он ушел из жизни рано, и после него пришел служить в наш храм Иерей Алексей Ковалев. Строительство храма затянулось на целых 14 лет по разным причинам. На колокола, конечно, изначально денег не было, чтобы вот такого качества и уровня заказать. И помог нам благотворительный фонд Олега Терипаска. Конечно же, и наши земляки не остались в стороне. На строительство храма и на приобретение колоколов тоже собирались деньги. 11 колоколов, 4 из них больших, 7 маленьких. Звоны очень красивые, особенно пасхальные. Ну и, конечно, звонарь у нас, профессионал настоящий, Кожевников Александр Михайлович, который является неоднократным победителем фестивалей «Покров». Очень благодарны мы все нашему священнику, отцу Андрею, потому что он большая поддержка для нас и в духовном плане, и в моральном плане, и в, скажем так, в содержании нашего храма, я, да не только я, мы часто поражаемся тому, как он вообще все успевает. Три прихода и ездить из старой деревни каждый день, ну или через день, как там получается уже, ездить сюда на службы, всегда с ним его семья многодетная, и это настолько тоже, ну, к нему обращает нас. Да, я вообще-то работаю в музыкальной школе, и когда у нас служил отец Георгий, он как-то вот клич бросил, в общем, кто желает петь в храме. На тот момент хора не было как такового. Вот, и я откликнулась, начала собирать ноты, нотный материал, заниматься как бы самообразованием, потому что сама раньше этим никогда не занималась. Вот, и так у нас постепенно образовался клирос. Ну, клирос, конечно, у нас небольшой, приход у нас стал гораздо больше, люди стали, вот, молодежь потянулась, в общем, как бы чувствуется, что у нас больше нас стало. Мы очень дружные, у нас очень дружный приход. Верующая и как прихожанка у меня совсем маленький стаж. Я всего-навсего шестой год нахожусь вот в храме. И сразу, в общем-то, одновременно с отцом Андреем так получилось, что его прислали к нам в храм, и я в это же время как раз пришла к вере и пришла в храм. И вот по сравнению даже с тем временем, за эти пять лет, я вижу, насколько растет количество людей, увеличивается приходящих в храм. Храм наш какой-то он теплый. Заходишь внутрь и сразу ощущаешь, что ты в месте, где присутствует Бог. Это говорю не только я, а вот я именно служу по отзывам моих родственников, которые в Воронеже приезжали, из Москвы приезжали. И вот для них, они говорят, этот храм у вас настолько такой к душе прилегающий, или душа к нему, наверное, правильно сказать, душа к нему прилегающая. Поэтому служить в нем очень хорошо. И всегда ждешь службы, всегда готовишься к службе. И отрадно всегда видеть, когда приходят с детками, приводят и крестить, и приходят причащать деток. И вообще молодежь, конечно, есть, появляется, но так хочется, чтобы ее было больше. И чтобы больше пришло именно служить на клирес. Не просто прихожане были храма, а именно служили. Поэтому, конечно, хочется всем пожелать, безусловно, мира в душе, веры, укрепления этой веры. И верности. Верности храму, верности нашей церкви, вообще церкви как таковой. В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы после литургии вокруг храма состоялся крестный ход. А по окончании богослужения епископ Павел обратился к молящимся с архипастерским словом. Владыка в том числе говорил о значимости выполнения воинского долга, о важности духовного возрастания каждого и единения верующих в молитве. Поэтому надо, чтобы сейчас люди все молились Богу. И мал, и стар, и в школу, чтобы об этом говорили, и в семье, чтобы этому учили, в вере православной. И если у кого-то есть там родные воюют, надо им тоже говорить, чтобы они исповедовались, причащались к нашим священникам, есть на всех фронтах. Многих семей коснулось во время мобилизации, многие люди почувствовали на себе, что уже действительно идут военные действия такие. Но унывать отчаиваться не нужно, православный человек никогда не может проиграть. Если он будет с Богом, как говорится, если Бог с нами, кто против нас? Ничего бояться не нужно. Поэтому, братья и сестры, будем молиться Господу, молиться Престой Богородицы, чтобы она покрыла нас своим честным аммофором. Пресвятая Богородица, спаси нас. С праздником, Благодаря. Спаси Господь. Уже несколько месяцев в Каневском храме Пантелеймона Целителя действует волонтерское движение Православный Доброволец. Его участники приобретают, собирают и отправляют продовольственную и вещевую гуманитарную помощь. В Каневском храме святого великомученика и целителя Пантелеймона, при котором действует волонтерское движение Православный Доброволец, в неделю 16 по 50-нице совершил божественную литургию епископ Ейский и Тимошевский Павел. После литургии правящий архиерей особым чином посвятил сестры Милосердия пять женщин и вручил им освященные платы и фартуки. Таким образом пополнились ряды сестричества во имя великомученика и целителя Пантелеймона. После крестного хода вокруг храма епископ Павел побеседовал с представительницами трех действующих в Ейской епархии сестричеств Милосердия – Каневского, Ейского и Тимошевского. В ходе общения были обозначены основные направления и принципы их христианского служения в больницах. Вы смотрите программу Ейской епархии «Хлеб жизни» и далее выпуски о том, что в Ейске можно было увидеть фотовыставку, посвященную десятилетию образования Кубанской митрополии. Познакомиться с фотовыставкой, посвященной юбилею Кубанской митрополии, все желающие смогли в церковно-историческом кабинете, действующем при Ейском храме-ведении во храм Пресвятой Богородицы. В экспозиции можно было видеть фотографии представителей всех шести епархий Кубанской митрополии. Конкурс по отбору фоторабот для проекта стартовал еще в марте. На суд жюри были представлены десятки фотографий. Лучшие отбирали в епархиях, а затем в митрополии. Снимки оценивались в шести номинациях. Таким вот образом запечатлена церковная жизнь. Мы можем полюбоваться. Это ведь не только молитва, это не только архитектура, это еще очень много различной деятельности. Эту деятельность мы увидим здесь в таких, если позволите такое громкое слово, фотошедеврах, потому что на самом деле здесь видно искусство. В один из дней работы фотопроекта вместе с иереем Вячеславом Клименко, секретарем Екатеринодарского отделения Всемирного Русского Народного Собора, благочинным Ейского церковного округа иереем Дмитрием Самохиным, настоятелем Свято-Введенского храма иереем Александром Соколовым, руководством Ейского историко-краевического музея экспозиционное пространство посетили будущие воспитатели и учителя начальных классов, а ныне студенты первого курса Ейского полипрофильного колледжа. Я вообще с самого детства хожу в церковь и познаю каждый день, конечно, много нового, и для меня это было как восхитительно. Каждая фотография была интересна по-своему. Выделить одну, к сожалению, у меня не получилось, потому что взгляну на одну, и эмоции переполняют на другую еще больше. Всегда впечатляет каждая фотография с каждым разом. Очень благодарна за то, что нас сюда привели, показали. Это всегда познавательно и интересно. Знаете, бывают такие моменты, и мне в жизни довелось побывать на всяких разных моментах церковных, которые хотелось бы запечатлеть на телефон, потому что бывает, они просто захватывают дух, и настолько интересно бывает, что просто погружаешься полностью. Для нашей специальности такие выставки очень будут полезны. Они будут полезны тем, что, я считаю, так, правильным детей будет тем, чтобы воспитывать их в церкви, поближе к Богу именно с самого начала. Среди 32 размещенных на выставке работ были и снимки представителей ейской епархии. Так, в номинации «Дом Божий» можно было увидеть фото, сделанное Дианой Горбачевой из Уманского благочиния. В номинации «Архипастрия Кубани» привлекала внимание фотография, авторство которой принадлежит Надежде Кафтановой из Кущевского благочиния. Фотография, выполненная жителем Станицы Каневской Андреем Никифоровым, среди лучших в номинации «Церковь и молодежь». Ну, а фоторабота ячанки Анны Крижовой – победитель в номинации «Церковные таинства». Вообще не постановка, это вообще случайный кадр. Не знаю, что он там увидел, но маме что-то показывал, и я успела его как раз щелкнуть. Мне очень комфортно, я полюбила снимать крещение, именно вот такой года четыре я уже снимаю, и для меня это какой-то маленький профессиональный праздник в какой-то степени. Я наблюдаю за людьми, которые приходят вот с такими вот напряженными лицами, для них это какой-то очень напряженный момент, да, и когда они в конце крещения уже, я смотрю эти светлые, улыбчивые лица, спокойные, какие-то благоговения какое-то наблюдаются, и радостно становится. Когда я узнала о том, что есть вот такая выставка, я подумала, почему бы и нет, и посмотрела свои работы, и поняла, что есть достойные, которые можно показать и отправить. От правила как бы и забыла, когда мне сказал отец Александр, что я победитель в номинациях, там, удивилась приятно. На память о работе выставки в Ейске секретарь Екатеринодарского отделения Всемирного Русского Народного Собора Иерей Вячеслав Клименко подарил церковно-историческому кабинету книги «Я вас защищал» о святом мученьке Иоанне Ковшарове и служении праву и правде новомученик Юрий Петрович Новицкий. Межепархиальная выставка уже побывала в Армавире и Ейске, затем ее перевезли в Тихорецк, потом отправят в Новороссийский Сочи. Ну а в декабре нынешнего года экспозиция будет представлена в Краснодаре в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Каждая работа специально не подписана фамилией и специально не имеет своего названия для того, чтобы освободить такое обширное пространство для творчества самого смотрящего. Каждый человек увидит в ней то, что пожелает увидеть. И поэтому, да, я скажу, что не знаю авторов работ, которые мне понравились, но есть череда работ, которые мне понравились. И, конечно же, с организаторами в будущем мы планируем выяснить авторов этих работ и устроить еще гран-при конкурса. Помимо тех фотографов, которых уже наградили епархиальные архиереи или будут награждать в будущем, в Краснодаре мы планируем собрать участников гран-при конкурса. И, наверное, либо одно первое, либо, может быть, первое, второе, третье место вручить. Это будут уже лучшие из лучших работ вообще всей Кубани. В праздник Воскресения Славучего епископ Ейский Тимошевский Павел совершил божественную литургию в Воскресенском храме Приморско-Ахтарска. В этот день вспоминается событие обновления, освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме, построенного равноапостольным Константином Великим в 335 году. Располагался этот храм на Голгофе, горе на Святой Земле, где был распят Спаситель. По церковной традиции в храмах, посвященных празднику обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, положено совершать богослужение пасхальным чином. Поэтому такое богослужение еще называют осенней пасхой. В престольный праздник перед прихожанами и архиереем выступил хор Воскресной школы, а еще действовала выставка детских творческих работ. Волонтеры раздавали верующим тематические буклеты. По совместной инициативе Спасо-Преображенского храма Ейска и Федерации шахмат Ейского района состоялся шахматный турнир на Кубок Спасо-Преображенского собора. Соревнование прошло уже во второй раз и вновь вызвало большой интерес у любителей и мастеров этого вида спорта. В турнире приняли участие 79 шахматистов разного возраста из Ейского, Щербиновского, Староминского, Кореновского, Приморско-Ахтарского и Тимошевского районов Краснодарского края, а также из Ростова-на-Дону. Приехало нас сколько? Четверо взрослых и, наверное, пятеро или шестеро детей маленьких. Я хочу сказать, что это хорошая связь, связь поколений. Так должно быть. Мы радуемся, когда смотрим на этих детей, которые воспитываются правильно и под присмотром взрослых людей. Смотри, вот на храм смотри, смотри, вот там строится. Я хотел бы, чтобы с Божьей помощью быстрее был построен тот большой храм. Мы семья Залогиных. Это вот Иван наш средний, старший Илья, меньший Андрей, мама Лена. Мы ежемесячно, можем так сказать, участвуем в шахматном турнире. Стараемся не пропускать. Вот мы приехали еще вчера с Ростовской области, с Ростова-на-Дону даже. Старший у нас участвует, занимает даже призовые места. В том году занял первое место среди возрастной группы 2014 года. Ну и средний, меньший тоже смотрят и активно участвуют, поддерживают мысленно пока только. Каждое воскресенье посещаем храм, поэтому здесь еще и совмещение такого мероприятия, как шахматный турнир. Я считаю, что и духовные традиции надо укреплять, и семейные традиции, и турниры такие, которые проводятся, они очень полезны для детей, тем более на территории такого замечательного храма Спаса Преображенского собора. То есть это пойдет только на пользу всем, и я считаю, что укрепит духовные традиционные ценности наши, культурные. Я увлекаюсь шахматами где-то два года, со мной только мой тренер, и ехать, когда я был счастлив очень, поскольку это уникальная возможность, которую мне мама дала. Я надеюсь выиграть, хотя знаю, что многие дети, даже которые с нами приехали, очень сильные. Ну, надеюсь, что выиграем. Перед началом соревнований настоятель Преображенского храма Ирей Дмитрий Самохин совершил молебен, ну а затем окропил присутствующих святой водой. К большой радости это уже второй турнир. Когда мы в прошлом году проводили турнир, цель была одна – миссионерствовать. Дать возможность людям малоцерковным или редко посещающим храм в силу каких-то определенных жизненных обстоятельств, дать возможность в храме помолиться. Побывать в храме, поучаствовать в общей молитве. И нам это удалось. Свидетельством этого является то, что когда в этом году планировался турнир, представители федерации сразу сказали, что запрос на этот турнир есть от родителей, от детей, которые участвовали, от взрослых, которые в прошлом году участвовали. То есть наша миссия, она уже собирает некие плоды. Поэтому в этот раз мы проводим с большой радостью турнир. На мой взгляд, количество участников увеличилось. Люди приходят целыми семьями, потому что если играет взрослый человек, он приходит сам. А когда играет ребенок, конечно, приходят поддержать мама, папа, иногда с бабушками, с дедушками. То есть это целое такое событие. Мне даже хотелось бы сказать такой праздник шахматы. Но самое главное, на что я хочу обратить внимание, это то, что в начале турнира проводится общий молебен, молитва на начало всякого доброго дела. Мы спрашиваем благословения Божие, молимся о всех участниках турнира, об их близких, родных, молимся о том, чтобы Господь присутствовал в жизни каждого. Это очень важно, и это, я считаю, самая главная составляющая этого турнира. Спортивно-миссионерское мероприятие, в котором многие участвовали целыми семьями, проходило на свежем воздухе, на площадке перед храмом и было многочасовым. Чтобы после упорной интеллектуальной борьбы подкрепить силы, спортсменам и их сопровождающим в гостеприиме предложили трапезу, но затем подвели итоги и наградили участников события. Победители турнира получили кубки и медали. 20 лучшим шахматистам вручили денежные премии из призового фонда соревнования, учрежденного храмом Преображения Господня. Все участники турнира также получили памятные призы и сладкие подарки. Мне, как маме, мы в таком турнире принимаем первый раз участие. Нам очень понравилось. Очень интересно в том плане, что дети сначала зашли в храм, что они помолились. Это очень хорошо для наших детей, чтобы они также соблюдали все традиции и шли по Божьему пути. А ты что? Мне понравилось. Храм наш Преображенский готов вас встречать не только когда турниры. Вообще, пожалуйста, приходите, двери храма открыты. Пользуясь случаем, родителям хочу сказать, если имеете желание и возможность, отдавайте детей в нашу воскресную школу. Будем не только в шахматы играть. Да и вообще в шахматы играть не будем, это Дмитрия Васильевича. Будем изучать закон Божий. Вы смотрели программу ЕСК «Епархия. Хлеб жизни». Всего вам самого доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok